Всех приветствую! Мы сегодня будем изучать таблицу умножения. Здравствуйте! Вернее, да, всех приветствую. Давайте я даже покажусь. Всех приветствую. У меня, правда, тут темновато. Зато солнышко светит. И мы начинаем наше знакомство с таблицей умножения, как легко и быстро выучить ее. Вот. Это относится не только ко второму классу, а ко всем, кто хочет выучить таблицу умножения. Можно выучить быстро и надолго. Самое главное, надолго. Навсегда. Да. Ну, это... И начнем. Первый способ упрощения. Для начала нужно сократить объем. Сокращаем объем. Для этого мы учим только половину. Половину. Это хорошая новость для вас. Половину учим, потому что... А вторая половина повторяет первую. Угу. Да. И первое, что мы с вами познакомимся, это умножение на 1. Вы все знаете, наверное. Ну, кто не знает, я скажу, что 1 умножить на любое число дает это число. То есть, 1 на 1, 1, 1 на 5 миллионов 699 тысяч будет 5 миллионов 699 тысяч и так далее. Так что на 1 вы можете похвастаться, что умеете умножать на 1. На Google даже. Google это самое большое число. Ну, хотя есть и больше число в санскрите. Но мы не об этом сегодня. Не о числах, а о том, как запоминать таблицу умножения. Вот. То есть, 1 столбик мы уже выучили с цифрой 1. Еще один столбик. Это с цифрой 10. А ее обычно в таблице умножения у Пафигора, по крайней мере, ее нет. Но на 10 тоже важно умножать. И это просто делать. Просто пишем, умножаем любое число. Именно на... Просто добавляем нолик в конце. Нолик. Например, было 1, стало 10. Было 2, стало 20. Вот. И так далее до 100. 100 это 10 и нолик. Дальше. То есть, мы уже на 3 числа умеем... На 3 цифры умеем умножать. Ну, даже на число и цифра, в принципе, есть разница. То есть, число это... Это... Может быть... Цифра это всегда... Это знак. Цифра знак. А число это то, что этот знак выражает. То есть, это количество. Количество чего бы то ни было. И так. То есть, на 1 и на 10 и на 0. А, на 0. 0. На 0 тоже легко умножать. Любое число умножить на 1 будет 0. Потому что из ничего ничего не вырастает. Поэтому мы таким образом на 0 запомнили. 0 всегда будет 0. Молодцы. Пока есть какие-то вопросы? Да. Второе правило. Вот мы сократили таблицу. Благодаря тому, что есть правило. Переместительный закон. Который есть и в сложении, и в умножении. То есть, от перестановки множителей сумма не меняется. А вы, наверное, знаете такой... Фундаментальный закон, что от перестановки слагаемых сумма не изменяется. То есть, 2 плюс 3 будет 5. И 3 плюс 2 будет 5. И также, 2 умножить на 3 и 3 умножить на 2 все равно будет 6. Как ни крути, а это важно. Поэтому мы учим только половину таблицы. Кому это нравится, поставьте лайк. Можете прям рукой поставить лайк. И у нас, наверное, вопросик есть. Бина, вы подняли ручку. У вас вопрос? Да, 2 участника даже подняла ручку. Ну, наверное... Да, Катя и... А вот у Бины был изначально поднят... Давай, Бина. Ой, не, наверное, мы не тайно. Нечаянно, хорошо. А Катя? Подождите, Бина даже не включала микрофон. Значит, это Катя сказала. Ой, включила-выключила. Бина, у вас вопрос или это случайно поднялась ручка? Я хочу кое-что сказать. Да? Это по теме умножения? Да. Говори. Я... Я умею умножать один на сколько-то. Да, на любое число умножать умеешь. Молодец. Всем лайк. Молодцы. Так, у нас София. София, у тебя по теме умножения вопрос или рассказать? Для какого класса? Не слышно. Для какого это класса? Это для любого класса, где нужна таблица умножения. В любом классе нужна таблица умножения, но по крайней мере во втором классе точно. Конечно, в некоторых школах при поступлении в школу уже надо знать таблицу умножения. Поэтому вы сами можете ответить на этот вопрос. А в принципе таблица умножения даже взрослым нужна, не только детям. Поэтому для любого человека это важно. Я надеюсь, ответил на этот вопрос. Так, идем дальше. Вот переместительный закон мы изучили. Или коммунитативный, как говорят взрослые. Но мы не будем такое сложное слово запоминать. А просто мы знаем, от перестановки множителей произведение не изменяется. Ну, мы знаем его в сложении, от перестановки слагаемых, но множить, просто заменяем слово слагаемое на множитель. А сумму мы заменяем на произведение. И все. И получается то, что нам нужно. Молодцы, ребята. Да, продолжаем упрощать. То есть, умножение это всего лишь складывание чисел между собой. То есть, если нам нужно умножить 3 умножить на 2, надо 2 раза взять по 3. То есть, было 3 яблока плюс 3 яблока. У нас получилось сколько? Кто скажет? 3 плюс 3, сколько будет? 6. Да, молодцы. Поэтому, 3 умножить на 2 будет... Сколько? 6. Молодцы, 6. А 3 на 3 это 9? Да, 3 раза по 3. То есть, у меня столько пальцев не хватит. Вот так вот. Не разделить их. Вот. Серединке 3 будет. И по краям 3. 9. Молодцы. Давайте. И 4 плюс 4 сколько будет? 4 плюс 4. 8. Молодцы. Поэтому 4 умножить на 2 будет 8. Да. Да. Катя и Саша подняли руки. Внимательно слушаю. Кто первый скажет? Катя? Катя. У нас поднята рука. Хорошо. Пока Катя думает, мы с Сашей... Айхан. Айхан. Извини. У нас надо поднимать ручку. Саша. Саша, мы тебя внимательно слушаем. 4 плюс 4. 4, 8. Да. 4 плюс 4, 8. И получается, у нас, чтобы 4 плюс 4 получилось, мы 2 раза по 4 берем. То есть, 4 умножить на 2 будет 8. И 3 умножить на 2 будет 6. Поэтому на двоечку вы легко умножите. Андрей, давайте спросим. Айхан, да, показывает нам что-то. Наверное, ручку... Давай, Айхан. Жать. Восемь. 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 Молодец, Айхан. Давайте похлопим друг другу, как у нас все хорошо получается. Идем дальше. Следующий этап разделываемся с правилами умножения самого на себя. Или, как говорят взрослые, квадрат числа. 2 умножить на 2, то есть, 2 раза по 2, сколько будет? 4. Молодцы. 4. А 5 на 5, кто знает? 25. Да. 25. 5 на 5, 25. Да, 25. Даже созвучно. 5 на 5, 25. Молодцы. И останется всего 15 примеров, которые тоже легко учатся. Вот. И есть способ с помощью точных понятий. А 7 на 7 будет 49. Ой, какой молодец. Молодцы, молодцы. Да, Катя у нас снова подняла ручку. Или она просто не опустила? Угу. Я почти выучил таблицу умножения. Почти выучила, да? Молодец. Я уже выучила. Угу. Молодец. Да. А 6 будет 36. Да, молодцы. Тоже оно хорошо учится, потому что на 6 заканчивается и рифмас получается. Угу. Угу. Да, вот можно такие стишки учить. 6 умножим на семерку. 8. Мы двойку ставим за четвертой. 8 на 8. 7 на 9. Да, 8. 7 на 9. 63. Угу. Молодец. Да, вот такой стишок можно выучить. И уже 42. Вы никогда не запомните, что 6 на 7 будет 42. 6 умножить на семерку. Мы двойку ставим за четверкой. Двойку. Вот она двоечка у нас. За четверкой. Вот четверка. А за ней двоечка. Да. 2 семерки умножаем. 49 получаем. Кто-то правильно сказал. Молодцы. Молодцы. Я сказал. Да. Анфиса. Молодец. Молодец. Да, Анфиса. Я хочу сказать, что 5 умножить на 4 будет 20. Молодец. Молодец. А 8 на 8, 64, наверное. Молодцы. Молодцы. По квадратам чисел пошли. То есть само на себя умножается когда. Давайте дадим нам рассказать что-нибудь. Дальше. На себя девятку умножить нелегко. Ведь произведение будет велико. Но мы не боимся сложностей вершин. И пишем в ответ цифры 81. Да, 81 тоже легко запоминается. То есть мы квадраты чисел легко запомнили. Ну, надо просто этот стишок выложить. А 9 на 8, 72 будет. Да, молодец. Дальше. Если выучить объеме уже не на 9. Так, повторите вопрос. Еще есть такой способ. Когда можно выучить объеме уже не на 9 полностью. Там можно быстро выучить таблицу умножения. Этим и мы занимаемся. Этим и мы занимаемся. На 9 легко умножать. Вернее, да, умножать легко на 9. Потому что мы берем пальчики наши. Ищем пальчик. Допустим, умножаем 9 на 3. Видно всем? Считаем пальчики. До пальчика это десятки. До нашего пальчика. Видно всем, да? У нас 10 пальчиков. До нашего пальчика у нас десятки. 2. 1, 2. А сколько осталось после пальчика? Сколько у меня пальчиков осталось? 7. 7, да. 27. 3 на 9. Будет 27. Давайте посчитаем. 1 на 9. Видите, тоже 9 пальчиков у нас. А 2 на 9 сколько будет? 2 на 9 будет 18. 18, да. 18. А 4 на 9 сколько будет? 4 на 9 будет. 3 и 6. Да, 36. Молодцы. А 5 на 9 сколько будет? 45. Да, 45. Молодец. Молодцы. 6 на 9 сколько будет? 6 на 9. 6 на 9. 6 на 9 будет 64. 64. Да, 64. Молодцы. А 7 на 9 сколько будет? 6 на 9 будет 63. 63. 63. 63. Молодцы. А 8 на 9 сколько будет? 8 на 9 будет 72. 2. Да, 77 пальчиков 2. Молодцы. А 9 на 9 сколько будет? 8 на 9. 8 на 9. 9 на 9. 81. Не 90, мы вот этот пальчик не считаем. 81. 81. Молодцы. Видите, как легко считать на 9. 1 на 9. Дальше. И можно считать с помощью считалок. 1 пенгвин гулялся 1. 1х1.1. Это мы все знаем, что 1 на 1 это будет 1. 1 более не воин. 1х2.2. Ну вот, то, что на 1 можно пропустить. Пропустить. И вот еще какая интересная штука получается. Так. Надо принять рабью. Потому что она мешает. Так. Вот мы можем выписать от 0 до 9. И от 9. А потом подписать уже. То есть десятки. Вот первая цифра. От 0 до 9 выписываем. А потом подписываем от 9 до 0. И у нас получится правильный ответ. Тоже легко. Это делается. Да. Можно поиграть. Поиграть. Мальчики играют в водителей грузовиков. Грузит кубики по 2 штуки. И возит в другой угол комнаты. И все считают количество ходок. Если у вас есть братья и сестры. Можно в такую игру поиграть. И таким образом. А я буду играть. Не открывай звук. Ты слушай. И таким образом. Мы будем считать по 2. Это просто можно. Можно начать с 2. До простоты. И соответственно до 20 можно дойти. И для девочек тоже самое. Можно только с куклами делать. И с помощью зернышек. Какой-то еды. Воображаемой. Ну не воображаемой. Каких-то бусинок допустим. Которые мы даем куклам. Угу. Угу. Вот. То есть. Вот такие есть способы. Способы. Запоминания. Понравилось вам запоминать таблицу умножения? Понравилось. Да. Да. А сейчас? Да. Сейчас. Себе напишите в тетрадочку. Вот. От 1 до 9. В клеточку. Где у вас тетрадочка. И вот будем заполнять. 25 мы все знаем. Поэтому ее в центре сразу пишем. Единичку мы тоже все знаем. Пишем сразу. Сразу. Так. Что это было? А. Это презентация закончилась. Вот. Соответственно мы пишем. Двоечку мы тоже пишем. Потому что мы. Ну. Мы заполняем только половинку. Половинку. Вот. По диагонали. У меня есть распечатанное. Какое предложение? У меня есть распечатанное. Вот. А распечатанное. Молодец. Молодец. Вот. Мы тут заполняем по диагонали. По диагонали все закрашиваем. Чтобы туда уже не ходить. Там все остальное повторяется. Вот. Мы. Единичку заполнили. Потом заполняем двоечку. Потом. Троечку. Четверочку. Мы легко считаем. Потому что. Мы просто прибавляем. Допустим. У нас было два. Прибавляем еще. Было четыре. Прибавляем еще четыре. Получается шестнадцать. Это будет четыре. Четыре на четыре. Будет шестнадцать. И так далее. Давайте. Посчитаем на два. На два посчитали. Мы уже. Давайте на три. Трижды два. Мы посчитали. Трижды четыре. Сколько было? Трижды четыре. Двенадцать. Да. Двенадцать. Прибавляем к девятке. Которую уже сказали. Соответственно. Число. Которое нужно. В данном случае. Это три. И у нас получается. Двенадцать. Да. И на пять. Тоже легко. Умножается. Просто мы прибавляем. Пять. Каждый раз. Угу. Давайте. На пять. Поумножаем. Пять. Умножить на два. Десять. Да. Молодцы. Пять умножить на три. Пятнадцать. Молодцы. Пять умножить на четыре. 5 умножить на 5 Да, молодцы 5 умножить на 6 30, молодцы На 7 На 8 40, молодцы На 9 45 А на 10 50 Молодцы Таким образом мы заметили, что у нас четные заканчиваются на 0 0, потому что они четные 0 это четное число А нечетные заканчиваются на 5 Потому что 5 это нечетное число Молодцы Давайте на 6 умножать 6 на 2 12, молодцы 12, молодцы 12, и прибавить 6 Как прибавить 6? 18 18, молодцы А к 18 3 на 6 18 Да, 3 на 6 Сколько будет? 3 на 6 3 на 6 18 Да, а на 4? 6 на 4 6 на 4 24 будет 24 24 24 Молодцы А на 5? А на 5 29 Да, мы сказали 30 Все правильно 30 30 А на 5 Нет, 30 А, 30 Да, 6 на 6 Это поэма Считалка 36 36 36 Все правильно Совершенно верно Да, 6 на 6 36 Совершенно верно Кто песенку помнит Шок Дальше идем 6 на 7 42 42 42 6 на 8 Да, 6 на 8 48 Все правильно 6 на 7 52 52 52 52 Да 6 6 на 9 52 52 54 54 54 52 54 54 54 Все правильно И осталось у нас 1 на 7 Мы умножили 2 на 7 Умножили 3 на 7 Умножили 4 на 7 Умножили 10 на 6 5 Умножили 7 на 7 Тоже умножили 7 на 8 7 на 8 56 56 56 Молодцы 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 7 на 9 53 63 Молодцы Молодцы Мы тоже можем умножить Умножить на пальцах Вот у нас 7 Так, где у нас 7 Вот 7 6 И 3 63 Да, молодцы И осталось у нас Ну, 7 на 10 Это легко Так, осталось у нас На 64 64 Осталось на 7 На 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 7 Умножили На 8 Умножили 8 8 на 8 Кто Вспомнит 8 на 8 54 64 64 64 64 64 64 64 Да, вот она у нас Золото Да Да А 8 на 9 Давайте умножим 8 на 9 8 у нас 72 72 Да, 72 И осталось у нас Осталось у нас 9 на 9 81 81 81 Вот, молодцы Вы записали всю таблицу умножения Молодцы Давайте похлопаем друг к другу Следующий раз мы еще какой-нибудь способ Расскажем Но, в принципе, этих способов достаточно Можно умножать на пальцах не только на На 9, но и на 7 Это в следующий раз я расскажу А сегодня, в принципе В принципе, только повторяйтесь До свидания До свидания Хорошего дня До свидания До свидания До свидания Спасибо за уроки Пожалуйста До свидания Мне 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 До свидания Мне Мне уже, если что, хорошего вечера, потому что у меня темнеет До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания Продолжение следует...